Бюджет городского округа на 2021 год верстался в период беспрецедентного падения налоговых поступлений. Как отметил на публичных слушаниях по проекту бюджета начальник финансового управления администрации Александр Фрыгин, потенциал доходов округа оказался в достаточной степени прочным, позволяющим реагировать на возникшие вызовы. Слушания из-за пандемии проходили в режиме видеоконференции. По словам Фрыгина, в августе начался умеренный рост налоговых и неналоговых поступлений. Сегодня значения приблизились к прошлогодним. Начальник финансового управления не исключает, что в дальнейшем потребуется принятие нестандартных решений. Бюджет предстоящего года носит достаточно консервативный характер, основанный на сегодняшних реалиях, имеющих цель сохранить свою социальную направленность, твёрдую доходную базу, возможность профинансировать все предусмотренные направления расходов. По доходам бюджет 2021 сформировано в размере 10 миллиардов 200 миллионов рублей с дефицитом в 9,5%. Расходная часть на 65% состоит из затрат на социальную сферу. В бюджете учтены инновации, связанные с увеличением затрат на здоровое питание школьников. Финансовое обеспечение реального сектора экономики, ЖКХ и дорожного хозяйства составляет 1 миллиард 300 миллионов рублей. Что касается муниципальных программ, их число осталось неизменным – 18. Более 600 миллионов заложено на капремонт и техническое переоснащение ДК имени Чкалова и Дом офицеров в Монино. Почти 700 миллионов на 2021 год направляется на ремонт водозаборных узлов поселки Краснознаменский и по улице Центральной в Щёлкове, модернизацию канализационно-насосной станции «Соколовская» и очистных сооружений в Афрянове. Мероприятие согласуется с прогнозом социально-экономического развития округа, о параметрах которого на слушаниях рассказала первый заместитель главы округа Ирина Гуреева. В этом году и в предстоящий трёхлетний период округ намерен воздержаться от кредитов, чтобы захоронить возможность направлять бюджетные ресурсы на приоритетные социальные расходы. Позицию экономистов поддерживают депутаты. Самое главное, я думаю, наше достижение уже на протяжении многих лет – это то, что мы действительно не прибегаем к заимствованию денежных средств и своими остатками покрываем дефицит, который у нас складывается. Во время видеоконференции свои предложения высказал депутат Сергей Варгузов, который предложил восстановить деятельность общегородской бизнес-ассамблеи для решения насущных проблем округа. Поступило шесть обращений от граждан. Некоторые вопросы, как строительство моста в деревне Маврина, взяли на проработку. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, Щёлковское телевидение.